В Турции предвыборная кампания обрела какие-то свои очертания, в том смысле, что так называемая оппозиция шести определилась с единым кандидатом. Им стал прогнозируемо Калачдар Аглу, лидер Кемалийской народной партии. В этом смысле, вокруг кандидатуры лидера оппозиции, который должен будет оппонировать и выступить против Эрдогана, было много всевозможных разговоров. Но в основном, конечно, знающие и понимающие люди считали, что так или иначе им станет Калачдар Аглу, человек, которому 75 лет. И его политические амбиции затмевали желания и хотелки остальных участников этого стола шести оппозиционных лидеров, которые, в общем-то, люди, представляющие разный политический спектр, хотели бросить Эрдогану вызов и сместить его по итогам выборов. Но Калачдар Аглу считался для Эрдогана, считается наиболее приемлемым и удобным оппонентом, потому что его антирейтинг, так называемый, очень высок. И этот человек, который, в общем-то, воплощает прошлое, а не будущее. И поэтому по всем соцопросам во втором туре Эрдоган должен побеждать этого своего оппонента. Ну, надо отметить, что была такая заварушка, связанная с тем, что глава Иепартиса, так называемой хорошей партией Акшенер, которая представляет такой ливеральный, западный фланг политического спектра Турции, она настаивала на том, чтобы единым кандидатом был также представитель кемалийской партии, и мэр Стамбула Имам Углу, или же мэр столицы Анкары. Но ни то, ни другое не случилось. Она со скандалом покинула заседание этого круглого стола, на котором они должны были определить единого кандидата. Ну, потом, на следующий день, в общем-то, она согласилась. Непонятно, то ли это был разыгранный спектакль, то ли действительно сугубо женская эмоция возобладала над каким-то здравомыслием. Ну, как бы там ни было, они нашли компромисс и заявили о том, что будет семь вице-президентов, два мэра, вот эти, которые считаются популярными, и представители пяти вот этих оппозиционных партий, там и Довод Углу, и ЕНС Адат партия, новая партия в благоденствии, ну, такая про-исламская партия, но они все не набирают в сумме необходимого процента голосов. Тут возникает вопрос, могут ли они, даже выдвинув вот такую новую платформу, такую новую структуру, как президент и семь вице-президентов, хотя в Конституции этого нет, нужно переписывать и основные законы, и, соответственно, конституционные нормы, могут ли они, что называется, в сумме дать результат, который должен превысить результат Эрдуана? Ну, я здесь небольшой социолог, но в политологии известно, что эта сумма никогда не работает, за редким исключением, потому что просто арифметически суммировать проценты этих мелких партий к кандидату Единому так не получается. Но устройство социума в Турции таково, что люди голосуют, в общем-то, за персонали. Ну, и эта тенденция, она сейчас, как мы видим, везде находит отклик, потому что время и эпоха больших нарративов, в общем-то, идеологии прошло, люди не голосуют за партийные программы, как правило. Люди голосуют за личность, за яркую личность, ну, которой и своей персональной харизмой, и своими действиями, и какими-то тезисами, в общем-то, завоевывают сердца и умы избирателей. Поэтому, если взять и суммировать все, так не работает, как я уже сказал. Поэтому у Эрдогана есть серьезный большой шанс в очередной раз одержать победу. Опять-таки, прогнозы дела неблагодарны, как мы понимаем, и все может быть, но то, что я вижу, то, что я могу, что называется, считывать и анализировать, подводит меня к этой мысли. Давайте подумаем о том, что будет, если побеждает оппозиция Калучдар Углу. Есть опасения у многих людей, у мусульман, что будут притеснения ислама, и все будет возвращено в некий до-эрдогановский период, когда действительно Турция находилась в другом положении, и притесняла просто-мапросто ислам, мусульман. И, в общем-то, за эти 20 лет правления Эрдогана она сделала колоссальный шаг, колоссальный рывок в сторону демократизации и кооптации ислама в социальную и политическую жизнь. Я не думаю, что будут какие-то фундаментальные изменения, потому что, как минимум, половина населения Турции – это люди, которые привержены исламским ценностям, исламским нормам, и брать их ломать через колено, ну, вряд ли кто-то в здравом уме это будет делать. В конечном итоге это просто может привести к гражданскому противостоянию, к гражданской войне. Хочет ли этого Калычдар Углу и его соратники по этому оппозиционному столу? Я глубоко сомневаюсь. Плюс ко всему там присутствуют люди, тот же Дуат Углу, который был соратником и сподвижником Тейпа Реджи Бердогана и занимал самые высокие посты в его системе власти. Тат же Саадат, партия Саакатова, тоже происламская, еще более, так сказать, радикальная, чем позиция Дуат Углу. Как они себя будут вести в этом случае, тоже не очень понятно. Поэтому эта оппозиционная группа, которую выдвинула Калычдар Углу, она даже если, мы подчеркиваем, если победит, она столкнется с кризисом, с кризисом институциональным. То есть у Калычдара Углу понятная программа, подразумевающая там светскость, лайцизм, закрытость, сближение с Западом. У происламских партий другая направленность, там еще демократической партии. Ну то есть вот мы видим, что вот это вот разноголосице может привести к тому, что было описано Крыловым в известной басне про лебедя, рака и щуку, которые в разные стороны толкали эту арбу. И это может привести просто к развалу этой оппозиционной коалиции на первых этапах ее работы. Потом какие полномочия будут определены семьей вице-президентом. Кому какой блок будет представлен, социальный, политический, экономический, там научный, это тоже очень важно. Эти люди, да, они пока что не дали, не представили никакой существенно интегрированной программы. Что они предлагают для Турции? Только объединиться против Эрдогана, ну это чисто эмоциональный аспект. Но он не работает, потому что те, кто голосует против Эрдогана, они и так будут голосовать против Эрдогана. Но людям нужна достаточно внятная, понятная месседж. А что мы хотим? Просто скинуть Эрдогана, а дальше что? Что вы предлагаете? Какие стратегические или тактические шаги? Здесь никакой ясности нету. Поэтому избиратель, колеблющийся так называемый избиратель, конечно, может качнуться его интересы в сторону Эрдогана. Потому что так устроен человек, что при прочих равных, при сомнении, он, как правило, выбирает позицию сильного, позицию власти. Позицию того, у которого есть четкая идеологическая программа, четкий стержень. Тем более турецкое общество, оно, в общем-то, такое, наэлектролизированное в этом плане. Поэтому я считаю, что здесь вот этот вот подход, который избрала оппозиция, он достаточно понятен. Мы объединим все силы и скинем Эрдогана. Но в политике такой подход может принести больше вреда, чем благо. Потому что это разные люди, как я уже сказал, с разными политическими взглядами. Плюс ко всему с амбициями. Куда эти амбиции денешь, непонятно. Все-таки у Эрдогана власть достаточно монолитная. И в этом смысле он может продвигать ту повестку, которую он озвучивает. А как эти 6-7 человек будут продвигать повестку, если они не могут договориться по ключевым вопросам? Здесь опять-таки большой и существенный вопрос, который задают не только политологи и эксперты, но и рядовые избиратели. То есть идея того, что давайте скинем Эрдогана, это не политическая программа, как я уже говорил. Это эмоциональный подход. Эмоциональный подход в политике может принести не самые хорошие результаты. К вопросу о том, кто поддерживает оппозицию. Ну, конечно, Запад в какой-то степени хочет, чтобы Эрдоган ушел, чтобы пришла оппозиция, потому что Эрдоган не самый для них сговорчивый политик. Он все-таки гнет свою линию. И действует в режиме интересов и самой Турции, и исламской уммы. В этом плане, конечно, Турция для Запада представляет некую кость в горле. И по вступлению, например, той же Швеции в НАТО. Это тоже большой вопрос. Турция выдвинула определенные условия для того, чтобы Швеция смогла вступить в НАТО, но она должна сделать то-то, то-то, а не поддерживать рабочую партию Курдистана, которая признана террористической в Турции, ну и так далее. То есть он отстаивает интересы страны. Поэтому, в общем-то, Запад, скорее всего, будет делать ставку на оппозицию. Но, опять-таки, прагматичный Запад может в какой-то момент занять выжидательную позицию, потому что, увидев, что Эрдоган побеждает, то они, конечно, я думаю, не будут слишком открыто и слишком транспарентно поддерживать оппозицию. Но, как бы там ни было, еще есть два месяца. И я думаю, что за эти два месяца могут произойти большие и существенные события. Конечно, страшная трагедия, землетрясение, оно повлияло на умонастроение жителей. Но, вот как показывают и соцопросы, и мнение различных экспертов по внутренней политике Турции, что администрация Тейпа Эрдогана смогла оправиться, приняла существенные меры и мобильно смогла справиться с этой проблемой и укрепила граждан Турции в том, что правительство может справиться с этой чудовищной катастрофой и с ее последствиями. Ну, как говорится, будем наблюдать за происходящим.